И сейчас у нас в студии гости, музыкальный критик, член жюри вот этого фестиваля, Екатерина Борисова. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Вот я знаю, что вы бывали на многих провинциальных музыкальных фестивалях такого рода. Вас, как музыкального критика, что в этой истории интересует? Вы ищете какие-то новые имена, пытаетесь почувствовать какие-то новые тенденции или понять, чем вот этот провинциальный музыкальный мир отличается от столичного? Что интересно об этом? Вы знаете, я не считаю, что провинциальный мир, то есть для меня провинция вообще понятие географическое, Они не социальные, там никакого уничижительного. Я считаю, что вот это просто чисто географическое. Страна большая, городов много, везде чего-то происходит. И я езжу, честно говоря, из чистого любопоста. Мне интересно, что где происходит. До нас ведь не очень многие доезжают, естественно. Опять же, повторю, страна огромная, и ну что, мне самой, что ли, пешком ее, что ли, сходить. Поэтому, когда зовут на фестивале, я всегда с большим удовольствием езжу. Это интересно. Мне это, прежде всего, интересно, как журналисту я 20 лет уже занимаюсь каким-то изучением рок-музыки, во всех ее проявлениях. Вот все-таки эта провинциальная рок-музыка, она чем-то по тенденциям, по характеру, она отличается от столичной, никаких отличий тут нет. Я бы сказала, что провинциальная... Даже не по технике, а может быть, что-то новое там в столице зарождается. Провинциальная музыка, она немножко более консервативная. Она, ну, мне так кажется, они, ну, до вас, может быть, в силу каких-то чисто географических причин. А вот какие-то новейшие тенденции модные, они доходят с большим опозданием, чем до нас. Но, с другой стороны, может быть, это и хорошо. Потому что у людей есть время усовершенствоваться, может быть, в выбранном стиле. А не вот гнаться за модой вот каждую минуту. Сегодня мы играем одно, завтра другое. То, что модно, то, что в эфире, там самые свежайшие в телевизоре новинки. — Возвольте, есть на слуху несколько таких историй успеха, когда из провинции прорвались в столицу. Ну, кто там, Чаев, там, Земфира, ночные стайперы. — Ну, и тролли, опять же. — Да, но все-таки это история 10-20-летней дамы. — Почему? — Или вот сейчас, в 2008-м, можно этот успех повторить? — А это всегда можно. Это вся история рок-н-ролла, это одна большая череда вот таких прорывов. — Прорывов, да? — Ну что, ну все рок-звезды, что ли, из Лондона, из Нью-Йорка, из Парижа. — А в России, вот сейчас. — Нет, и не все далеко из Питера, из Москвы. То есть было время, когда у нас только начиналось. Там понятно, что культура начиналась, вот эта рок-культура начиналась в больших культурных центрах, опять же, потому что информация быстрее доходила. А прорывы совершались же, ну, за последние, вот как вы верно сказали, вот, не знаю, 10-15 лет же. Все прорывы, это прорывы. — Из провинции, да? — И вот у ребят, которых вы видите сейчас на этих фестивалях, вот сейчас, в 2008-м году, при том, как сейчас устроен вот этот мир шоу-бизнеса, тоже есть такие возможности. — Почему нет? Конечно, конечно. — Конечно, это, ну, вопрос удачи, безусловно, конечно. Бывают такие вещи, когда люди так в провинции закисают, оставаясь невостребованными, просто не совпало, что-то не совпало. Ну, конечно, вопрос личного таланта, это главное. — А вот у человека не очень посвященного, ну, такого, как я, по-прежнему на слуху, вот те группы, которые я перечислила, ДДТ, там, машины, ночные снайперы, это потому что я от этого мира далека? Или действительно вот равного ничего не народилось, и эти старики по-прежнему законодатели могут? — Ну, как, ну, как, ночные снайперы, это, конечно, старая группа, оно из 93-го группы, но они прорвались-то в 2001-м. Это не старики совершенно, это молодые. Вот сейчас вот Энемал Джаз мне рассказывали, что они у вас собрали больше публики, чем Егор Летов. — А это что-то новое? — Энемал Джаз, да, это сравнительно. То есть они пошли вот на уровне собирания больших залов буквально последний год. — То есть это какая-то развивающаяся расчастность? — Конечно, 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 все развивается, на месте ничего не стоит. Конечно, старики, ну, как бы у нас тоже есть свои Битлсы, свои Роллингстонусы, вот опять же, вот Егор Летов, Царствие Небесное, там, ДДТ, Чаев, но постоянно же появляется молодежь, постоянно. — Вот сейчас, возвращаясь к Томскому рок-фестивалю, есть такое хрестоматийное представление, что рок по Генессу — это музыка протеста, и сейчас очень много споров. Вот по поводу недавней истории после президентских выборов. Часть рок-музыкантов вышли на Васильевский спуск и праздновали итоги этих выборов, ну и поздравляли победителя, а часть пошли на марш несогласно. Давайте на эту тему посмотрим сюжет и вернемся к разговору. — Давайте. — Хорошо. Песню «Рубите небо» Сергей Мержан написал в 2002 году. Сейчас он исполняет ее вместе с рок-группой «Ы». Музыканты призывают своих слушателей выбирать. Считают, если звать кого-то на баррикады, то так, чтобы каждый сам решал, по какую сторону становиться. Да и особого запроса на протестную музыку в этом зале не почувствуешь. Политика — это *** по причине того, что там все воры. Все это не хочется слушать совершенно. Охотно слушать о любви, а не счастье и о природе дополнить. — Нет, не о любви. Естественно, о протесте, о проблемах. — Мне бы не хотелось об этом слушать, если честно. Сватай эту жизнь. Если человек будет говорить, если будут не все тексты такие депрессивно-лирические, там вот как вот так вот все, тоже будет нехорошо. И если он будет уходить и говорить, государство *** там, давай нам подполье, тоже не очень. Первые рок-группы в России появились в 60-е годы на волне бетломании. В 70-е они пели полподпольно. Рокеров называли тунеядцами. Записи запрещенной музыки часто расходились только по друзьям и знакомым музыкантов. Если даже такие, в общем-то, невинные вещи, как «Машина времени», там, в воскресенье преследовались, то что уж говорить обо всем остальном. Поэтому, понятно, это вызвало ответную реакцию. И социальная тематика, протестная тематика была очень сильна. В конце 80-х рок-группы выбрались из-под поля. В 87-м аквариум выступил на музыкальном ринге. Фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинки зоопарка, алисы, аукциона, телевизора и наутилуса Помпилиуса. Вышел фильм «Асса», и все услышали «Мы ждем перемен». Песня превратилась в лозунг «Мы ждем перемен», кричали на улицах. Перестройка легализовала рок, и он превратился в часть отечественного шоу-бизнеса. Сейчас существует огромное количество рок-групп, которые вполне себе комфортно существуют, по-моему, в современном мире. По крайней мере, возможности выпускать диски любыми тиражами, возможности ездить, чесать с гастролями по стране и нормально этим зарабатывать есть практически у всех. Поэтому и протеста стало меньше. Без социальных мотивов рок – это обычная эстрада, считает Александр Эвскляр. В 80-е он оставил карьеру дипломата и создал рок-группу «Вабанк». Я на «вы». Я на «вы» с властью. А то очень легко попасть в ситуацию, когда тобой начнут манипулировать. Она же власть такая, это ее задача, понимаете, прибрать к рукам и начать работать с материалом. «Я против демократии с кнутом» – пел Скляр в 90-е. В 96-м поддержал в предвыборной кампании Ельцина. А сегодня он не пел на Васильевском спуске после выборов, но и в марше несогласных не участвовал. Ну, я думаю, что если бы меня позвали к кремлевской стене, я бы применил все свое, весь свой, изворотливость своего ума, чтобы найти причину, чтобы там не выступать. А если бы меня позвали, соответственно, на марше несогласных, тут бы я им честно сказал бы, что, ребята, я считаю, что это абсолютно бесполезное занятие. В советское время все было понятно. Власть против рок-музыки и рок-музыка против советской власти. Это раньше казалось нонсенсом, что как так, если человек слушает рок, он же должен быть поборником свободы, но на поверку оказывается, что одно другого не исключает вовсе. Можно быть президентом России, скажем так, выбранным таким потешным голосованием и любить группу Deep Purple при этом. Вы, Екатерина, такое ощущение, что нынешний российский рок, он становится все менее протестным и все более лояльным. Это так, да? Или мы, опять же, чего-то не знаем в каком-то там андеграунде происходящем? Дело в том, что у нас изначально была неправильная рок-ситуация. У нас рок изначально был музыкой протеста именно в нашей стране. Это именно российское, вам кажется? Это не только, может быть, российское, но во всех странах, которые были за железным занавесом, во всем соцлагере, грубо говоря. Потому что надо же понимать, что рок прежде всего был протестом эстетическим. Это был протест против эстрадной музыки. Это был молодежный протест против родителей, условно говоря. Отцы и дети – это вечная тема, собственно говоря. Вот так во всем мире вроде бы, да? Конечно, конечно. Рок в 50-х годах, он родился в Америке как протест против этой слащавой эстрады. Против Фрэнка Синатера выступал Элвис Пресли, который на сцене вращал бедрами, девочки падали в обморок, все были счастливы. Люди танцевали неприличные танцы, фильм «Грязные танцы» видели, собственно говоря. И потом уже он приобрел функции протеста. И до сих пор есть протестные, безусловно, артисты. Есть артисты, которые поют на религиозные темы. А есть люди, которые занимаются чистым развлекалом. И ты не знаешь, что одни должны презирать других. Потому что это же искусство прежде всего. Искусство может выполнять разные функции. Оно может развлекать, оно может просвещать, оно может протестовать. Это все разновидности искусства. Точно так же, как балет можно поставить на тему французской революции, а можно Жизель. Это же не значит, что один балет хороший, а другой плохой. А вот сейчас какой-то такой водораздел, да, особенно после выборов такие бурные дискуссии были. У нас, поскольку рок был протестом против системы изначально, потому что запрещали всю эту музыку на государственном уровне, сажали в тюрьму музыкантов, которые там под выдуманными предлогами, которые этим занимались. У нас рок сразу стал протестной музыкой. И только вот потом, уже где-то в 90-х, люди поняли, что вообще-то нужно не только протестовать, а еще как бы уметь и играть на инструментах, правильно? А то есть вот не будучи протестным, он может быть живым при этом, да? Он может не быть протестным вовсе, это не значит, что он плохой. Не надо судить о музыке, это музыка, правильно, вот как-то музыка протеста, понимаете? Там все слова. Слова, слова это. А дело в том, что слова без музыки это уже стихи, это уже в книжке, вот, пожалуйста. Открываем книгу, читаем стихи. Песня это слова, музыка и подача. Это три компонента без одного никакого. Вот все-таки, судя даже по этому фестивалю, потому что мы видели и слышали, ну вот эти молодые, ну они такие, они аполитичные, да? Ну кто-то аполитичный, кто-то не аполитичный. Вот вы их слушаете, вы бываете на разных фестивалях, а вообще они о чем поэты, вот что их так по-настоящему заводит, волнует? Да все то же самое, что всегда. Конечно, любовь, смерть, отцы и дети, это девушка ушла. Так это всегда так, господи, все говорят, что мировое искусство насчитывает ровность. Все сюжеты в том, что... Да, несколько, а дальше уже вопрос личного таланта. Как ты это переосмыслил, как ты это подал? Может быть, Шекспир, а может быть, Вася Пупкин из деревни Нижний Крыжополь. И пожалуйста, вот. Ну, дай Бог, чтобы было там побольше Шекспиров. Спасибо за то, что... Ну, было бы да, очень хотелось бы. Спасибо за то, что вы были у нас сегодня. Со своей гостей я прощаюсь. Программа...